Начнем с очевидного. Закончилась серия Play-In, наверное, такая неожиданно сложная и, в первую очередь, даже более эмоциональная. Неожиданно сложная была. Мы ожидали, что будут сложности. В принципе, у нас сезон-то не очень красочный такой получился, не самый лучший. Поэтому мы знали, что сложности будут, но мы с ними прекрасно справились. Я просто имею в виду сложности в плане того, что такое обилие эмоций, такое обилие драк, удалений. А мы знали, что так и будет, в принципе. Мы с ними, когда встречались еще, не помню конкретно дату, но в регулярке у них дома, там было совершенно то же самое, совершенно обилие эмоций и, в принципе, наверное, это самые эмоциональные матчи, в принципе, в регулярке и в Play-In в том числе. Как тебе кажется, насколько в Play-Off дальше будет что-то похожее именно в плане эмоций? Просто мне кажется, что обычно как-то все-таки поспокойнее все. Цена эмоций уже люди понимают. Думаю, вы правы. Стычек, наверное, уже столько навряд ли будет, в принципе. Никто не хочет терять игроков, всем надо выигрывать, поэтому, я думаю, стычки будут намного реже. Что вообще скажешь именно в плане этих двух матчей? Потому что, да, по игре, наверное, все думали, что такое противостояние будет плюс-минус равное, то есть не будет 2-0 в серии. Там они очень классно начали первый период, и мы, наверное, отошли от своей игры, начали больше как-то опасаться ошибок, и это же нас сгубило в первом периоде. Мы начали играть от простоты, ну, даже не от простоты, от страха шайб у своих ворот, и нас наказали за это, нам сказали, играйте, ребята, в свою игру. Ну, мы и начали играть в свою игру, хотя может кому-то показаться, что мы команда-агрессор, и любим выводить лидеров там из обоймы чужой команды, но мне показалось это чистой случайностью, потому что не мы набросились, и так получилось. Что касаемо игры дома, то достаточно спокойная была игра, и я считаю, что мы заслужили счет 2-0 в серии. Знаешь, вот все-таки болельщику, который со стороны, да, может показаться, что вот эти, особенно первая игра, ну, вторая, в принципе, вот, судя по хай-лайтам тоже, это вот больше было, знаешь, не про хоккей, а вот про такую борьбу, про прям-таки продавливание, закапывание шайбы в ворота соперника. Не могу сказать, что у нас не было красивых голов, потому что мы выходили во второй игре 2-1, но, понятное дело, в плей-инни и плей-офф все идет от простоты, тут нельзя разбазаривать свои моменты, поэтому попытались, наверное, попроще забивать, что мы, что они. Красивые игры были, в том числе твой во втором матче, что скажешь вообще, как это получилось, и не переживал ли, в какой момент понял, что надо идти до конца? Шайба пришла мне где-то на синей линии нашей, и я понимал, что моя команда сейчас пойдет на пересменку, и мне надо подержать бы шайбу по-хорошему, и я думаю, ну, побегу к ним. Спросил двоих, смотрю, на меня выдвигается один, начинаю пропрасывать его, понимая, что я уже выхожу против двоих, и в какой-то момент я думал, что мы выходим вообще 2-1. И в этот момент мой напарник, там, Леонид Бойков, решил, что надо меня подстраховать, я понял, ладно, пойдем до победного. Вышел к воротам, мы на тренировках много наигрывали, отскок от дальнего щитка, а я думаю, ну, не 2-1, если вышли, то попробую сам себе накинуть. Правда, до победного я думал, что меня сейчас сыграет в тело, и я просто потеряю шайбу. И в момент, когда я думал, что сейчас меня сыграет в тело, они вдвоем отвернулись, но, видимо, настроены были на большинство, и хотелось забрать шайбу и побежать уже в атаку. И вот я пробросил, они оба развернулись, и я думаю, надо уже решать момент. И в момент, когда решил, думаю, блин, что я сделал? Так, еще раз, то есть ты целенаправленно бросал щитки, чтобы был отскок, чтобы сработать на добивание. То есть это такая уже прям тактика получается. Опять же повторюсь, у меня было в голове про то, что мы выходим 2-1, потом я вижу, что не 2-1, а тактика исполнения вот этого выхода, мы так уже пробовали через дальний щиток, осталось, видимо, и подсознательно, я уже понимаю, ну там же это все за миллисекунды, и понимая дальний щиток, думаю, дай попробую, попробовал. Потом свой гол пересматривал? Ну, да. Получил нас вождение? Да, конечно. Не каждый год даже иногда такие шайбы забиваешь, особенно в МХЛ, как защитник. Ну, собственно, теперь плей-офф, дальше вас ждет другое, Динамо Московское. Что скажешь, что ждешь от серии? Ну, мы знаем эту команду, в принципе, знаем их резервы, кого они могут спустить, и из кого создан их основной костяк, так скажем. Достаточно молодая команда и амбициозная. Я думаю, мы сможем за счет этого взять, тем более мы сейчас, я считаю, как сейчас в МХЛ выложили индекс силы, я думаю, индекс силы у нас повысился за счет вот этих двух побед, и мы сейчас как раз-таки в тонусе находимся, и будем стараться однозначно выигрывать. У нас только на это нацеленность. А вот как раз вот эти серии плей-ин, как тебе кажется, насколько это, может быть, даже плюс, что вы попали туда, потому что вот те, кто уже в плей-офф, у них пауза была полутора недельная, двухнедельная у кого-то, да? С одной стороны, они чуть-чуть больше отдохнули, чуть-чуть больше, может, наработали тактики, и в принципе у них может быть физическая составляющая сейчас на высоте. Не могу сказать, что наше плохое, потому что наше тоже физическая составляющая на высоте, но у нас тонус, и тут монета двухсторонняя. С какой стороны посмотреть? Насколько тебе уже привычно выглядеть вот так вот, похожим на Лешего? Да блин, ну это же плей-офф, плей-ин. В том году я не был Лешим однозначно. Да нет, иногда надо мной прикалывается, якобы я домовенок теперь такой некий. Ну вот, вообще кликуха у меня черепаха, поэтому домовенок и черепаха как-то не совпадают. И в принципе от домовенка отказались, видимо. Но это постараемся, чтобы была чемпионская борода и чемпионская стрижка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok